здрасте дорогие друзья здрасте уважаемые дамы и господа я вышла погулять со своим старым псом вот потому что с ним не гуляла а он очень хотел он уже обоссал все углы здесь практически практически вот как жизнь жизнь просто прекрасно ну как сказать прекрасно я заебалась сидеть дома но ничего сделать с этим не могу давно тебя не видели в прямом эфире для сама себя давно не видел машулька куда-то маш я гуляю с псом вот он вот он с ума сходим да 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 оля он не старый мама иди ко мне в эфир давай так сказать я уже бухнула столько что мне уже поджелудочный стал болеть потому что делать нечего и все это пиздец настал страшно страшно пиздец настал машинка ничего не нет восьмой восьмой маш ну там уже собрала все что можно было как накопитель мое родное что там вам ты понимаешь я разорилась я разорилась потому что я купила уже спиртного на 9000 примерно маш ну так не надо доченька ну ты мне предложи что делать как бы я тогда может быть пойму да я вот сейчас а не калашниковой придумала вопросы для эфира уже 20 штук 25 а ты а ты а я вырубилась но это такое бывает бывает да вот вова старый мошка запутался в двух соснах но это невозможно тоже машинка если ты ему скажешь обойди он обойдет он не обойдет обойди вовочка обойди мой хороший обходи в огонь до какого числа карантин до до мая до мая а нет идиот старый маш ну не ругай его моя хорошая такой ведь хороший мошка вот скажи вот ты сейчас на улице никого рядом нет а 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 Вот сейчас хорошо, Дима, когда тебя на какой-то сумочке в стороне стоишь. Прекрасно. Да? Здрасте, дорогие. Значит так, вот кто-то тут говорит, он Лазарева, она не шатается по улице, она гуляет с ловой. Она б сам гуляет. Лазарева! У меня Вова все поссал дома, я же не могу, воняет страшно. Ты что, дочь, с ума сошла? С ума сошла, что ли? Да что это? Это невозможно, так больше продолжаться не может. А вот, поэтому так. Машенька, у меня остановился вот это, вот знаешь, лапа, а? Что у тебя остановился? Лапочка, у меня остановились вот эти вот, они не идут. Что, ветер, не слышно ничего, но у меня все слышно, дорогие друзья. Ресницы ободрала я, вот, глаза зеленые. Путин будет через 20 минут разговаривать. Я вышла до Путина. Я вышла туда сообщить важную информацию, знаете ли, в этой жизни. Вы что думаете? А маски не обязательно надевать, потому что я не болею, народа поблизости нет. Вы знаете, я вчера, значит, пришла в магазин. У нас в ОК расчертили квадратики, чтобы народ не заходил вот на эти квадратики. Я подхожу, там стоит, ну, примерно 5 водителей такси или строителей, не русских, в этом квадратике. Я говорю, а что вы здесь встали? Они говорят, ну как, вот отметка, говорю, блядь, это отметка, чтобы вы стояли, не подходили друг к другу. А для того, чтобы вы в одной куче, сука, встали. Я просто, вы знаете, я в таком шоке. А вот этот чувак, который, значит, тележки раздает на входе, значит, с этими, в перчатках, он каждому руку пожимает. Такое ощущение, что он просто благодарит за то, что, сука, в магазин пришел. Маша! Маш! Шоке, мне Настя просто сейчас звонила. Маш, у меня, в общем, комментарии остановились, отключи меня. Ну, вообще, я, конечно, понимаю, что там... Ладно, пусть я лучше не буду читать ничего. Комментариев нет, но зато ты есть. Мам, зато пойми. Когда ты читаешь комментарии, ты с ума сходишь. Это же тоже нехорошо, это очень плохо. Ты лучше не читай комментарии, потому что тогда ты счастливый человек. Ты же не можешь нормально реагировать на комментарии. Ты каждый раз переживаешь. Каждый раз ты переживаешь. Ну, что-то у меня наверху выскочило. Не знаю, что выскочило. Может, еще кто-то в прямой эфир. Не знаю. Да вы знаете, наш народ его спасет только вера в светлое будущее. Понимаете? Больше нас еще не спасет. Машенька, вот тебя тут спрашивают, как секретаря Владимира Владимировича, «А что он будет говорить в 16.00?» «А что он будет говорить?» Путин скажет, информация достоверная, потому что у меня связь с космосом, что карантин продлят, дорогие друзья. Маша, 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 ты зря не молоти, а кто за это неверную информацию? Ну, вот это не надо. В общем, вы лучше меня послушайте. Что нужно? Нужно верить в то, что мы не сдохнем с голода, в то, что нас не убьют, когда мы выйдем с собакой за пачку сигарет или бутылку пива, и в то, что мы сможем улететь нахуй, когда все это закончится. Все. Машенька, вообще, должен быть только позитив, моя родная. Да, я согласна. Школу уже не откроют, у меня инфа достоверная. Мам, там Володя начал выступать, короче, давай послушаем, мы выйдем чуть позже. Все, давай, давай, я пойду слушать тоже.